Братья и сёстры, я тоже вас всех приветствую. Вы знаете, для проповедников, когда есть праздники, существует большая вероятность того, чтобы повторяться в чём-то. Это одна из опасностей, которые все, кто готовится на праздники, они понимают и немножко переживают. Этого не произошло сегодня. Но, с другой стороны, вдруг, если для второго проповедника остаётся недостаточно времени, для меня немножко спокойно. Знаете, почему? Потому что, в принципе, вообще богослужение уже приобрело определённую атмосферу. То есть уже есть атмосфера, которая уже создалась в этом богослужении. Всё, что нужно сделать, может быть, как-то включиться в эту атмосферу, но не повредить. И поэтому за оставшееся время я попробую, братья и сёстры, вместе с вами включиться в то, о чём мы уже с вами слышали на протяжении этого богослужения и, может быть, впечатления, которые у нас с вами остались в сердце. Ну вот, для того, чтобы обратиться к библейскому тексту, я прошу вас вспомнить, если когда-то у вас была такая возможность смотреть картины. Ну, картины, может быть, не знаю, великих, может быть, художников, может быть, не в оригинале хотя бы. Для чего я это говорю? Вот представьте себе не портрет, а вот такую картину, где есть несколько сюжетов. То есть вот картина, в которой, может быть, два, три, четыре, пять или шесть сюжетов. И вот, когда человек подходит к этой картине, он начинает рассматривать его. Внимание останавливается на одном сюжете, потом второй, третий, четвёртый. Но и вот если это талантливый художник, вы знаете, вот у вас, может быть, вы посмотрите разные сюжеты, но впечатление останется одно. То есть картина, вот созерцание картины, оно создаёт, может быть, для души, конечно, эстетическое удовольствие. Но вот если картина правильно написана, да, если человек писал духовный, то для нас с вами очень важно, что при созерцании происходит и духовное воспитание нашей с вами души. Но вот мне кажется, именно так вот своё повествование, уже не как картину, а как текст, литературный текст, описал апостол Иоанн. И вот мы, если вы откроете Библию, просто пусть она будет у вас открыта. Я обращу внимание на некоторые стихи из 12 главы. То есть мне кажется, я думаю, в повествовании вы это заметите, что вот он именно так, как очень талантливый человек, писатель, да, вот ему очень хотелось, чтобы в этом событии, в одном событии, торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим, мы с вами заметили несколько сюжетов, а именно заметили несколько групп людей. Или, ну, говоря современным языком, может быть, те, кто уже не смотрит картины, смотрит фильмы. Ну, представьте себе, вот пусть это будет фильм, да, друзья, и где вот меняется фокус камеры. То есть вот тоже очень талантливый режиссёр, который хочет показать вот какой-то эпизод в целом. Но для этого эпизода ему нужно вот показать отдельные сюжеты. То есть и сначала фокус камеры на одной группе людей, на другой группе людей, на третьей, на четвёртой. То есть вот именно так своё повествование строит апостол Иоанн, когда пишет о торжественном входе Иисуса Христа. Ну, и первое, на что очень интересно обратить внимание, вот если читать Евангелиста Иоанна, где, в каком месте начинается вот повествование, начинается этот сюжет, большой сюжет торжественного въезда в Иисуса Христа. Для него вот это вот событие начинается одним днём раньше. Для него это очень важно вот показательно с вами, ну, чтобы опять созвалось у нас такое впечатление общее, показать, что произошло за один день раньше, 9-й и 10-й стихи 12-й главы Евангелию Теанна. И мы будем с вами смотреть именно эту главу. Многие из иудеев узнали, что он там, а речь идёт о Вифании. То есть это не Иерусалим, мы сейчас с вами не в Иерусалим, мы сейчас с вами в Вифании. Вифания, где Господь воскресил Лазаря, сейчас он там. Итак, посмотрите, многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мёртвых. Интересно, да, вот, пожалуйста, первая группа людей. То есть мы с вами начинаем созерцать, мы с вами начинаем думать, мы с вами начинаем черпать вот информацию, которую так хотел апостол Иоанн, чтобы мы с вами заметили. Ну, обратите внимание, он говорит, что это иудеи. Говорит, что многие из иудеев пришли в Вифанию, чтобы посмотреть на Лазаря, и на Иисуса, и на Лазаря, которого Христос воскресил из мёртвых. Насколько это важно, вот, в том, что пишет нам апостол Иоанн. Очень важно, знаете, почему? Дело в том, что иудеями на протяжении этого Евангелия называется не этническая группа людей, которые проживают в Палестине, в Иудее, да, друзья? А иудеями называются последователи учения иудеев. То есть, когда Иоанн говорит, что это иудеи, он имеет в виду последователей учения. И представляете, что происходит? Вот на протяжении всего Евангелия иудеи постоянно сопротивляются Иисусу. Они постоянно препятствуют Иисусу, постоянно спорят, оспаривают Его. Ну, и наступает такой момент, когда многие из иудеев приходят для того, чтобы увидеть Иисуса. Очень интересно, что вот всех привлекает вот это вот чудо воскрешением Лазаря. И вот, между прочим, вот в том, как пишет Иоанн об этом событии, это становится ключевым событием. То есть, вот невозможно понять то, что Иоанн хочет сказать о входе Христа в Иерусалим, не учитывая того, что Лазарь воскрес из мертвых. И вот здесь мы с вами видим именно то, то есть, для чего, почему приходят иудеи в Вифанию. Ну, путь недалекий, путь, простите, наоборот, недалекий путь. Очень легко было пройти из Иерусалима в Вифанию. Они приходят для чего? Чтобы видеть Лазаря. И вот посмотрите, как Иоанн пишет, это 9 стих, «Которого Христос воскресил из мертвых». Вы знаете, вот эти вот последние слова, «Которого Он воскресил из мертвых», это уже написано для нас с вами, для тех, кто читает Евангелие. То есть, вот чтобы мы с вами включились в это повествование. То есть, Христос воскресил из мертвых Лазаря. И вот Иоанн как бы вот этими маленькими штрихами, он нам с вами говорит, вот не упустите этого из виду. Христос воскресил Лазаря из мертвых. Иудеи приходят теперь, чтобы посмотреть и на Лазаря, и на Иисуса Христа. Ну, вот так вот, забегая вперед, я сразу покажу вам эти несколько групп, о которых говорит нам апостол Иоанн. Первая группа людей – это вот эти вот иудеи, которые пришли, в Вифанию. Дальше мы с вами повстречаемся, ну, две, может, группы, которые можно объединить в одну – это первосвященники и фарисеи. Тоже о них говорит нам с вами этот отрывок. Третья группа людей – это ученики Господа. И четвертая группа людей – это уже те, кто встречают Христа в Иерусалиме. Ну, и вот так вот я попробую провести вас вот по этому повествованию, чтобы мы с вами обратили внимание на то, что он пишет о каждой из этих групп людей. Ну, первое мы с вами отметили. Для Иоанна важно было показать, что вот за день до въезда Христа в Иерусалим в Вифанию пришли иудеи. Пришли иудеи. То есть очень много людей пришло именно так, он пишет Иоанн. Дальше – первосвященники. Ну, посмотрите, что мы читаем о первосвященниках. Это 10 и 11 стих. «Первосвященники положили убить и Лазаря». Первосвященники положили убить и Лазаря. Вот еще одна группа людей, еще один сюжет, вот который мы с вами начинаем созерцать, наблюдать, рассуждать, что же происходит, Господи. Положили, запланировали убить и Лазаря. Ну, вот опять, если мы с вами читаем это Евангелие, на этот момент довольно странное желание, не так ли? Дело в том, что смерть уже не смогла удержать Лазаря перед лицом Иисуса Христа. То есть люди полагают убить его. Ну, почему? Почему полагают убить и Лазаря? То есть, скорее всего, вот эти вот люди, первосвященники, как написано, они не верили в то, что воскрешение Лазаря было настоящее. То есть они думали, это была какая-то подделка, они думали, это был какой-то обман. И вот теперь они принимают это решение, убить Лазаря и убить Иисуса, потому что на данный момент вот эта вот весть о том, что Лазарь воскрес из мертвых, лично для них самих принесла очень много вреда. И вот следующий стих говорит, что из-за Лазаря многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. То есть для чего пришли эти люди в Вифанию? Почему пришли? Потому что верили в Иисуса. И вот для них это было очень важно. А знаете, вот опять, если смотреть, Яна, вот так интересно написано это Евангелие, ну, наверное, любая книга Библии написана, очень интересно. А вот чем интересно это повествование? Дело в том, что немного раньше один из первосвященников, Каяф, он говорил как будто бы мудро. И когда они говорили об угрозе, которую представляет Иисус Христос для народа, он вот сказал такое пророчество с одной стороны. Он говорит, что лучше нам, чтобы умер один человек. То есть вот так вот рассуждая эти люди пришли к тому, что этого человека Христа нужно уничтожить. И вот в своей мудрости Каяфа как будто бы говорит, что ну вот одного убийства нам будет достаточно. Мы убьем одного и все. Но посмотрите, друзья, вот есть вот то, что называется зло. И когда зло вступает в силу, да, не всегда людям его возможно остановить. Замышляли убить одного человека, проходит короткое время, появляется еще один. То есть Евангелист Иоанн показывает нам, посмотрите, как растет зло. Думали убить одного, а теперь нужно убить еще одного человека Лазаря. То есть вот так всегда растет зло. Ну, между прочим, для саддукеев, которые тоже входили в число людей, которые делали этот заговор, для них Лазарь вообще представлял какое-то двойное затруднение. То есть из-за него не только люди, из-за Лазаря не только люди приходили на сторону Иисуса Христа, но дело в том, что Лазарь был человек, который воскрес из мертвых. И вот как наглядный пример, он опровергал учение саддукеев. Если вы помните, саддукеи – это были люди, которые не верили в воскресение из мертвых. Они как-то пришли ко Христу, придумали историю, историю о том, что вот была такая женщина, да, у которой было семь мужей, которые все умерли, да, и вот Господа поставили в тупик и спросили, а когда будет воскресение мертвых, да, чьей женой она будет. Но вот теперь Лазарь, да, еще одна трудность для них, наглядный пример человека, который пережил смерть. И вот снова Иоанн говорит нам об иудеях, да, приходили и веровали в Иисуса Христа. Ну, вот опять читая это Евангелие, интересно проследить, как люди приходят и верят в Иисуса, вот особенно иудеи. Ну, можно вспомнить одного из самых первых вот членов этого учения, да, Никодим. То есть помните, да, если в начале Евангелия он пришел к Иисусу Христу ночью, пришел для того, чтобы, ну, послушать, спросить что-то, то вот когда дальше пишет Иоанн, он говорит, что он уже открыто противостоял вот замыслу фарисеев. Он говорил, послушайте, что вы делаете? Неужели наш закон, вот, казнить человека, не выслушав его? Это были слова Никодима. Мы читаем о том, что вот такие вот интересные вот ссылки апостола Иоанна. Когда он говорил это, это было в Иерусалиме, Иоанн пишет, это восьмая глава, многие уверовали в Него. То есть уже у Иоанна есть вот эти вот штрихи, где он говорит, что Никодим поверил. Он говорит, многие уверовали в Него. И даже среди самих фарисеев происходили такие случаи, когда они задавались вопросом, может ли бес отверзать очи слепым? Это фарисеи спрашивали. И потом был вот такой момент, когда Иисус Христос ушел из Иудеи, ушел в пустынные места, вот где когда-то крестил Иоанн. И снова Писание говорит нам, и туда приходят к Нему люди. Для чего? А для того, чтобы там уверовали в Него. То есть маленькие детали, маленькие штрихи, которые создают основания для того, чтобы Христос был вот так вот встречен. Ну а теперь вот само событие. И появляется еще одна группа людей. Это 12-13 стихи. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, им взяли пальмовые ветви, вышли навстречу, ему восклицали, Хасана, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев. Ну вот теперь еще одна группа людей. И снова Иоанн пишет множество людей. Интересно понимать, что это не те же самые люди, которые были в Вифане. То есть это уже еще одна дополнительная группа людей. И это относится к людям из других мест. А люди, которые пришли в Иерусалим на праздник поклонения перед Пасхой. То есть это уже еще одна группа людей. И в Иерусалим приходило очень много людей из самых разных мест, из-за границы переходили. И вот мы делаем с вами предположение, что было много людей из Галилеи. А Галилея – это было место, где прошло основное время служения Христа. То есть мы видим этих людей. Вот из Галилеи, из другого места пришли в Иерусалим. Они очень много видели Христа вот в своих местах. Слышали его, слышали о чудесах, которые творил Господь. О учениках его и так далее. И вот теперь они видят его самого. И эти люди выходят, вот с таким энтузиазмом они выходят для того, чтобы встретить этого человека. Ну и вот что сегодня несколько раз уже повторялось. Эти вот эти вот слова, замечательные слова Священного Писания. «Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев». Вот я как-то хочу, чтобы мы посмотрели, что люди говорят. И это очень важно. С одной стороны и с другой стороны, да, «Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев». Люди, вот это, особенно вот эти слова «Царь Израилев». То есть для людей уже было достаточно ясно, для многих людей уже было достаточно ясно и понятно, что учение Христа и слова Христа, учение Христа, слова Христа и чудеса Христа уже показали для них как Мессию. То есть люди уже согласились, приняли, да, что Христос – это Мессия. Доказательств было достаточно. И вот теперь вот из их уст выходят эти слова «Царь Израилев». Интересно, что вот до этого момента не было ни одного такого случая, где бы Иисус Христос, ну, претендовал хоть как-то на то, чтобы Его принимали как Царя. Он никогда не выставлял себя Царем. А вот в этом случае, да, друзья, Он не отклоняет вот это вот приветствие людей. Он не запрещает людям. Я думаю, представьте себя на месте этих людей, что вот создает этот энтузиазм, да, то есть теперь еще больше вдохновения того, что Христос не препятствует. И, может быть, они думают о том, что наконец-то Христос сделает то, что от Него всегда хотели. Наконец-то Христос сделает то, что от Него всегда хотели. И дело в том, что эти люди не просто оказались на пути Христа, то есть это было преднамеренно, то есть люди, услышав о Нем, они вышли для того, чтобы встретить Иисуса, то есть это не была случайная встреча. Это люди были люди, которые вышли. Ну, больше того, такая интересная опять особенность, Вот сегодня у нас есть с вами ветви, и евангелист Иоанн говорит, что это были пальмовые ветви. Но только один из евангелистов говорит, что это были заветви, были пальмовые ветви. Может быть, что-то есть особенное в этом, я много сказать не могу, но вот некоторые детальки о пальмовых ветвях. Когда мы читаем Ветхий Завет, есть такой праздник кущей, который люди должны были праздновать, используя разные ветки, ветви разных деревьев, в том числе и пальмовые ветви. То есть, по закону, когда был праздник поставления кущей, израильский народ должен был пользоваться пальмовыми ветвями. Дальше из истории израильского народа, вне библейской истории израильского народа, известно, что пальмовые ветви часто использовались во время других праздников израильского народа. Ну, к этому можно добавить еще одно, вот такой один текст, и уже из книги Откровения. Я думаю, вы вспомните, когда опять апостол Иоанн пишет о людях, которые стояли перед Агнцем, и у них в руках были пальмовые ветви. То есть, что особенного в пальмовых ветвях? Вот я так предполагаю, думаю, что все-таки своего рода эмблема, можно сказать, символ нации, вполне возможно, да, израильской нации, символ израильской нации, пальмовая ветвя, веточка, ну, может быть, это еще и символ победы. То есть, если сегодня принести это как-то в наше время, вот если бы сегодня Христос въезжал в Иерусалим, как бы встречали Христа? Его бы, скорее всего, встречали с флагами. Что-то похожее мы с вами происходим, понимаете, да, друзья? То есть, ну, вот для народа это вообще очень интересно, вот так встретить Христа, да, как, может быть, символ нашей нации, как символ победы. Но дело в том, что проходит короткое время, да, друзья, и вот те, которые сейчас были, вот так встречали его, они будут говорить совсем-совсем другое. То есть, очень сильно меняется обстановка. Далее это слово «асана». Очень интересно, ну, вот, почему вот люди говорили это слово «асана». «Асана» – это слово вообще еврейского языка или арамейского языка, но люди произносили его, вот, греческими буквами, да, «асана». И вот само значение слова, оно следующее – «спаси, я молю», «спаси, мы тебя молим», «спаси, мы тебя просим». Вполне возможно, что, ну, все-таки люди используют этот термин, не имея ясного представления о значении. То есть, не знали, что говорят. Однако апостол Иоанн очень хорошо знал. Апостол Иоанн знал, да. И поэтому, вот, Иоанн, когда пишет, другие евангелисты, когда пишут, как они показывают Христа? Они показывают Христа, как того, который входит в Иерусалим с миссией спасения. «Спаси же молим», «спаси же сейчас». То есть, евангелисты показывают Господа, вот он входит с миссией спасения. Так вот, слово, которое мы встречали, Христа, очень хорошо и правильно открывает служение Господа, даже немного больше. И евангелист Иоанн особенно вот говорит, что это была не просто миссия. Он говорит, что это была торжественная миссия. Это была царская миссия. Торжественный вход Христа в Иерусалим. Торжественная миссия. Миссия спасения человека. Откуда люди взяли эти слова? Ну, вот я делаю такое предположение. Мы можем с вами заметить, что, ну, все-таки это прямая цитата из 117-го псалма. Посмотрите, пожалуйста, откройте, мы с вами видим слово «Ассана» в этом псалме. 117-й псалом, 25-й, 26-й стихи. Вот в русском языке как написано. «О Господи, спаси же, о Господи, спаси, шествуй же, благословен грядущий во имя Господне». Вот то, что цитировали люди, когда встречали Христа. Ну, между прочим, «О Господи, спаси же» – это и есть «Осанна». То есть «Осанна» – это были слова псалма. И мы с вами делаем предположение, почему именно этот псалом. Ну, скорее всего, братья и сестры, это было время, когда люди очень сильно ждали грядущего во имя Господне. Этот псалом, вы знаете, вот если бы смотреть на Ветхий Завет, на книги Ветхого Завета, скорее всего, это было вот такое прямое пророчество о том, что придет Мессия, за который люди в это время очень сильно держались. То есть если и есть библейский текст, который очень красиво, очень хорошо говорит о нашем Мессии, который придет, они знали, это вот эти вот слова псалма. И поэтому, когда Христос пришел именно к нему, вот ожидание своего сердца, переживание своего сердца, знаете, переживание нации своей, они вкладывают в эти слова. «Господи, спаси же, ассана!» И говорят, благословен грядущий во имя Господне. Вы заметите, что вот в этом псалме нет слова «царь Израиль», а люди произнесли это слово «царь Израиль». Вот Григорий хорошо говорил о том, что ну все-таки не поняли Христа. И мы снова с вами замечаем, нет, не поняли Христа. Не поняли Христа, да, то есть вот здесь написано, что благословен грядущий во имя Господне, да, царь Израилев. Люди добавили «царь Израилев», встречают его как царя Израилева. Однако посмотрите со стороны Господа, какой особенный жест. Он въезжает на молодом осле. То есть он показывает, да, вот он показывает, и вообще вот этот жест, он показывает нам, что люди неправильно поняли Христа. Неправильно поняли царственную миссию Христа. Они, ну, ожидали что-то от него большего. А Христос, он понимал, ну, как понимал, да, друзья, что все-таки есть еще другие пророчества, которые нашего Господа называют «князь мира». Мира в смысле отсутствия вражды. Есть эти пророчества, да, и он пришел, и этим вот наглядным примером он показывает, что его царство, оно совсем другое. Не то, что ожидают люди, не то, что думают люди. То есть он понимал, что вот, ну, вот самые настоящие враги израильской нации на то время не были римляне или греки со своей культурой или еще кто-то. Он понимал, что есть другой враг, которого необходимо победить, и только тогда вообще и в нации, и в сердце человека будет мир. То есть он пришел бороться с другим врагом. И поэтому он въезжает, как тот, который несет этот мир на молодом осле. Но теперь еще одна группа людей – это ученики Господа. Тоже вот 16 стих, посмотрите, что Ян говорит нам об этих людях. Ученики не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было написано Нем, и это сделали Ему. Ну вот теперь ученики. Тоже вот очень интересно посмотреть на этот сюжет, вот подумать, да, подумать и сделать вывод, что все-таки интересный штрих, вот опять свидетель этих событий. То есть Ян тоже там был. И вот как бы, вот когда он пишет эту Евангелие, он наглядывается назад, наглядывается на себя, на братьев его, которые с ним были, которые участвовали в этом событии. Может быть, что-то они произносили эти слова, может быть, ветви эти брали, тоже какой-то. Между прочим, написано, что это они постелили свои одежды, из которых потом было как седло для Христа. То есть ученики участвовали в этом, но, однако, Ян говорит, мы не понимали, мы не понимали того, что происходит, да, вот до какого момента, до момента, как прославился Иисус. Ну вот здесь маленькая деталь. Дело в том, что насколько бы не был торжественным въезд Христа в Иерусалим, это не прославление Господа. Насколько бы не был торжественным въезд Христа в Иерусалим, Писание называет это прославление Господа. Прославление Господа происходит только на кресте. А сейчас это торжественный въезд Христа в Иерусалим. И Иоанн говорит, мы не понимали. То есть, почему мы не понимали? Господь предупреждал об этом учеников. Он говорил, что вот для вас очень важно, вот что я сейчас говорю, и перед вами, может быть, это огромные просторы истины. Он говорит, вы не можете понимать. То есть, вы не понимаете меня сейчас. Но он говорит, придет время. И он говорит, придет Дух истины, который наставит вас на всякую правду. Очень интересное замечание Иоанна. Он это понял. И не один раз, между прочим, он говорит о том, что оглядывались назад, чтобы посмотреть по-новому. Вот мы с вами из этого делаем важный-важный вывод, дорогие друзья. Братья и сестры, как человек приходит к вере? Невозможно прийти к вере только своими интеллектуальными рассуждениями. Без действия Духа Святого к вере прийти нельзя. Братья и сестры, как можно укрепиться в вере? Как можно понимать библейскую историю, библейские тексты, библейские вот эти вот сюжеты? Без Духа Святого этого невозможно сделать. То есть Иоанн это говорит и вот именно показывает именно об этом. Ну вот еще 17 стих. Снова возвращается та группа людей, которые были в Вифании. И теперь написано, что народ, это бывший с ним прежде, как раз таки имеется в виду, в Вифании эти были люди. Они начинают свидетельствовать, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Вот давайте представим обстановку, да. Люди встречают Господа, да. Асана, благословен грядущего имя Господня. И еще одна опять эта группа людей, они добавляются для того, чтобы свидетельствовать о том, что Христос воскресил Лазаря из мертвых. То есть, между прочим, 18 стих как раз и говорит о том, что Христа встретили, потому что слышали, что Он сотворил это чудо. Ну, это, в общем, вот эта вот обстановка. И последняя группа людей, это 19 стих. Фарисеи говорили между собою, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Ну, вот эта группа людей. Печально вот смотреть, слышать людей, да. И, между прочим, они разговаривают с собою и приходят к выводу, нет, мы ничего не смогли сделать. Что бы мы ни пытались сделать, ничего не получилось, ничего не получается. И, с другой стороны, очень интересное пророчество. Весь мир идет за ним. Вот на тот момент за Господом шли только иудеи. И вот они больше переживали за своих единоверцев, да, за тех, которые переходили на сторону Господа. Ну, своего рода пророчества, которые произнесли люди, да, которые показывают нам успех проповеди Евангелия, что действительно Христос победил не только Палестину, но победил весь мир, Он покорил весь мир. Итак, по стихам мы с вами проследили историю Евангелиста Иоанна. Ну, теперь несколько мыслей. Ну, первое, с чего мы как раз таки с вами начали. Интересно, что вот это событие окружает несколько групп людей. Иудеи, жители Иерусалима, ученики Господа, фарисеи. Вот для меня лично, знаете, о чем это говорит? Оно как-то корректирует мое мышление. Все не так просто. Ну, я еще раз повторю, мне кажется, это важно, дорогие братья и сестры, все не так просто. Даже вокруг Господа все не так просто. Иногда мы привыкли с вами, ну, утрировать, договорить, что все просто в жизни. А вот жизнь, она, к сожалению, иногда говорит другое. Когда мы читаем сочинение Писания, оно подтверждает, что вокруг Господа все не просто. И все просто, братья и сестры, не так легка борьба с грехом. А не так просто победить неверие, не так просто победить этот мир. То есть, вообще, вот наша с вами жизнь очень часто-часто говорит нам, может быть, очень громко, все не так просто. Вот когда мы с вами слышим это в нашей с вами жизни, братья и сестры, вот мы читаем Библию, она говорит нам это. Неужели вы это не видите? Неужели вы никогда не замечали в Библии, что вокруг Господа все непросто? То есть, для нас это с вами подтверждение того, что все непросто. Да, все непросто в жизни, но все-таки это путь, которым мы с вами идем. Ну, и последнее, на что обращаю ваше внимание, конечно, это вот чудо воскрешения Лазаря. То есть, без этого вообще невозможно понять, есть Христа в Иерусалим. Знаете, вообще, вот, ну, как не являясь знатоком языка оригинала, не всегда мне удобно указывать на значение того или слова, вот, если все написано на языке оригинала, однако, вот, есть то, что очень-очень полезно знать, очень полезно заметить в том, что, как пишет апостол Иоанн, это касается именно чудес, именно чудес Господа. Я думаю, если вы будете читать Библию на английском языке, вот, ну, если как хотите проверить меня, посмотрите, каким словом апостол Иоанн вот в английском, Библии на английском языке передает нам слово чудо. То есть, в русском языке это все чудо. А дело в том, что евангелист Иоанн, когда пишет даже о чудесах, и называет это, говорят, чудом, действительно, он говорит не о чуде, он говорит о знамении. То есть, для евангелиста Иоанна вот воскрешение Лазаря – это не просто чудо, то есть, не имеет в виду сверхъестественное. Для него это знак, для него это знамение. То есть, и каждое чудо, которое делает Господь в своем Евангелии, Иоанн передает нам с вами как знак. То есть, ну, вот чудо для апостола Иоанна в центре становится не внешнее значение. Оно может быть небывалым, оно может быть сверхъестественным, но вот для Иоанна не это важно. Знаете, читая Иоанна, мы должны рассматривать внутреннее значение слова чудо, как знамение, чудо, как знак, чудо, как то, что указывает на другое. То есть, даже то, что воскрес Лазарь – это не цель. Воскресение Лазаря – это не цель. То есть, цель заключается в другом, что само чудо, или для Иоанна это знамение, оно направляет людей за пределы себя. То есть, и вот, вы знаете, я думаю, знамение Иисуса или чудеса Иисуса – это средство, которым Господь все-таки учил людей. Учил людей духовной истине. Вот нам именно так нужно смотреть на эти истины. В частности, Он учил эти чудеса, они указывали на Бога. Между прочим, в этом Евангелии есть пример людей, которые очень хорошо это поняли. Но первое, я уже упомянул, это Никодим. Вы помните, когда он пришел к Господу, у него было вступление, да? И он говорит, Господи, мы знаем, что Ты – учитель, пришедший от Бога. Почему? Потому что таких чудес, которые Ты творишь, не может делать никто, если не будет с ним Бог. То есть, вот, сами чудеса, они уже имели правильное действие, правильный эффект. И Никодим это понял. Он понял, что чудеса, которые творит Господь, указывают на Бога. Он увидел это. Ну, я уже тоже упомянул этот библейский текст от фарисеев. Когда вот появилось зрение у слепорожденного человека, они начали рассуждать, и кто-то из фарисеев вдруг говорит, это грешный человек делает чудеса. Но они говорят, нет, нет, нет. Вот так интересно говорят, что нет, не может грешный человек делать такие дела. То есть, представляете, вот опять впечатление от чудес оставалось такое, указывало на Бога. Ну, между прочим, вот так они интересно построены у Иоанна. То есть, вот любое чудо, Канна Галилейская, исцеление сына царедворца, человека парализованного, который лежал 38 лет, кормление множества людей, ходьба по воде, открытие глаз слепорожденному, и потом воскрешение Лазаря. Вы знаете, о чем это говорит? То есть, вот грань за гранью. Апостол Иоанн, евангелист Иоанн, как автор этого Евангелия, он раскрывает, насколько много нужд у нас с вами. И эти нужды касаются, ну, практически всего. Касаются нашей пищи, касаются нашего здоровья. И, в конце концов, он говорит, все это касается смерти, которая каждого из вас ожидает. То есть, с одной стороны, показывает огромную нужду человечества, а с другой стороны, он показывает, открывает вседостаточность Господа Иисуса Христа. То есть, именно так мы должны с вами посмотреть на это. То есть, каждое чудо, оно имеет именно это значение, указывает. Между прочим, именно поэтому люди приходили, через чудеса приходили к более глубокой вере. И вот сегодня, ну, для чего я это говорю, для чего нам нужно посмотреть эти истории? Вот для того, чтобы наша с вами вера окрепла. Ну, я думаю, они все-таки продолжают и сегодня, вот эти вот библейские истории продолжают нас учить. Мы можем этого не осознавать, но вот действительно, вот правильно понимаете истории, братья и сестры, ну, воспитывается наша душа. И я верю, то глубже становится наша вера. И еще одно, что обращаю ваше внимание, мы будем молиться. Между прочим, вот еще один оттенок того, что Иоанн говорит о чудесах. Так, в его Евангелии чудеса, они еще названы дела Божьи, дела Божьи. А вот теперь попробуйте вспомнить этот библейский текст, когда люди пришли ко Христу и спрашивают Его, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Представляете, что произошло? А люди захотели повторять дела Иисуса. И знаете, они опять правильно очень поняли, да? То есть, они видели жизнь Господа, она была перед лицом их. И они понимали, что есть такие дела, которые делает этот человек. Но они обратили внимание, есть источник этих дел. И они понимают, что источник этих дел – этот Бог. Ну, это к нам, братья и сестры, к тому, если и есть у нас с вами добрые дела. Если мы хотим делать какие-то дела Божьи, источник этих дел является Бог. То есть, именно об этом тоже говорит нам Иоанн. Вот как Иоанн заканчивает свое Евангелие. «Много сотворил Иисус перед учениками и других чудес». Это 20-я глава, 30-й стих и 31-й стих. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес». Вот, читайте по-английски, пожалуйста, написаны чудеса, написаны знамения, знаки, о которых не написано в книге сей. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели в жизнь Его». Вы знаете, вот что нужно для вот такой вот веры человека, что нужно для жизни во имя Бога, нужен очень и очень высокий взгляд на личность Господа Иисуса Христа. Вот по-другому мы с вами жизни пройдем. Мы будем спотыкаться, у нас будет много препятствий, много будем не понимать до тех пор, пока у нас с вами не появится очень высокий взгляд на личность Иисуса Христа. То есть, именно об этом пишет Иоанн. «Я написал вам для того, чтобы вы уверовали, что Иисус, о Котором я пишу эти события, Он есть Христос, Божий Сын, это Божий Сын». То есть, ну, высшего о Господе невозможно помыслить. То есть, помыслите о Господе высоко, пусть у вас в вашем внимании будет великий Господь. И тогда вот это вот понимание, вера соединяет нас с Господом, мы сможем прожить жизнь во имя Его. То есть, мы к этому стремимся, мы об этом молимся. А что Бог благословил нас в этом. Аминь.